Доктор музыкального служения Александр, для меня такая привилегия сегодня взять вас в интервью и услышать вас вживую. Если вы разрешите, чтобы мы начали наше общение с первого какого-то музыкального произведения, можно? Да. О чем вы будете играть? Вы знаете, я хотел бы сыграть одно произведение, которое для меня очень дорого. Когда я пришел к Господу, то для меня был большим авторитетом Моисей. Это человек, который единственный разговаривал лицом к лицу с Богом. Да, да, все правильно. И оставил все, что он имел в царском доме. И пошел с народом в пустыню с Божьим. Потому что он услышал голос Божий. И вот этот человек для меня особый. Поэтому я хочу вот эту молитву Моисея сыграть. С удовольствием. Постараюсь, чтобы эти слова, которые когда-то говорил Моисей, они для меня очень важны и сейчас. Господи, Ты нам прибежище в рот и рот. Прежде чем родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, от века и до века Ты Бог. Для Тебя тысяча лет, как день вчерашний. Научи нас так счастливать дней, чтобы приобрести сердце мудрое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо большое. Друзья, мы вживую, для вас играет Александр Попов. Александр, присаживайтесь, пожалуйста. Мы старались, самое главное. Но бывает такое, что фонограмма остановилась, но скрипка вживую играла, как вы уже слышали. Расскажите, пожалуйста, в какой семье вы родились? Вы знаете, семья, наверное, у всех людей это особая, я бы сказал, особая частичка нашего общества. И вот что в семье происходит, то оно отражается во всей жизни. Знаете, мне повезло, я родился в христианской семье, мои родители верующие, но я вам скажу, что видите, они посеяли во мне вот это зернышко, которое через 38 лет она дала всходы. Вот моя мама, знаете, она корчайший человек. Написано, Моисей был корчайшим человеком. Вот я от нее никогда не видел ее, чтобы она была даже вот в каком-то возмущении. Вот никогда. В ее глазах я видел только любовь или слезы, или радость. Ваши родители были музыкантами? Нет. Моя мама любила петь, но вы знаете, так получилось, что она прошла, моя мама, очень суровое испытание. В жизни было. Она, значит, в 20-е годы рождения, и когда ей было 21 год, ее забрали на фронт. Она была радистской. Мы жили тогда в таком солнечном городе Сухуми, это Грузия, Черноморское побережье. Очень похоже, кстати, на Сакраменто наш город. А родились вы? И там я родился. Хорошо. И вы знаете, я вот вспоминаю свое детство, сколько было любви, сколько было нежности, доброты. И вы знаете, вот после того, как она вернулась с фронта, она была учительницей, преподавала в школе. И она приняла Христа в 47-м году. В 47-м. Она решила сдать свой комсомольский билет, пошла в горком комсомола. Тогда было такие заведения. И отдала этот билет. И сказала, что я приняла Христа, и у меня другая жизнь. И вы знаете, что там было? Ее сразу арестовали. Это сталинское время. Ее сутки примерно держали, угрожали. Даже там инсценировки были, так я понимаю, там кого-то держали за руки. Кто хотел бы ее с пистолетом застрелить, что это враг народа, давайте ее убьем. Другие его держали. Знаете, вот такие вот вещи. В первую очередь желающих наказать ее за то, что она верующая. Ее хотели запугать в первую очередь. Но она говорила всегда такую фразу им, когда они говорили, что вы не будете иметь будущее, и все у вас будет потеряно в жизни. И тем более у ваших детей. Да, и ваши детей, и все, ваше потомство будет презираемо, как народа будете. И она говорила такую фразочку, говорит, лучше с курочкой хлеба буду, но с Господом. И вы знаете, ее буквально на следующий день уволили, и она нигде никогда не могла устроиться на работу. Это как, знаете, назывался волчьим билетом. Волчий билет, то есть ты никуда уже не попадешь на хорошую работу? Ну, может быть, где-то ты можешь два двора подметать. Самую простую работу. Да, может быть, только такое. И поэтому сама моя мама, она из такой семьи, знаете, ее отец, мой дедушка, его, когда пришла советская власть, его арестовали. Почему она попала в Грузию, в Сухуми? Его арестовали, как все. Потому что считали, что это была кулацкая семья. И мой прадедушка имел мельницу. А где он жил, в Молдове? Нет, это было в России, в Воронежской области. Но он имел мельницу, и, конечно, его арестовали, он даже не знает, куда его дели. А моего дедушку, это мой прадедушка, моего дедушку тоже арестовали. И его посадили в Грузию, в тюрьму. И там он копал туннели. Тогда строили между Сочи и Сухуми. Там есть туннели, и он там толкал вагонетки. И вот вы можете представить, что моя бабушка осталась с пятью детьми, и дом забрали у них. И ей дали все советы, одну комнату, место топления. Это был мороз на улице, это была зима. И добрые люди пришли, которые помнили и отца моей бабушки. Вот, потому что он имел мельницу, и они были молокане. По вероисповеданию. По вероисповеданию. Но молокане, знаете, знаете почему? Потому что они не пили ничего крепко, а пили молоко. Ну, хорошо объяснили. И вот их называли молоканами. И знаете, он очень был добрый человек, он верующий человек. Еще мой прадедушка был, и дедушка, и бабушка. И все соседи, которые были с ними, они помогали, когда их арестовали. Они приехали, застеклили окна, буржуйку поставили. Что могли, помогли им, да? На добро они ответили добром. Но, когда дедушку забрали, моя мама попросила верующих людей. Ее ночью отвезли на станцию в Армавир. И она поехала искать своего мужа, моего дедушек. Это моя бабушка. Вместе с моей мамой, которая была еще ребенком. Вот так они попали. И когда моя бабушка приехала в Грузию, она нашла в Сухуми, сказали, где он находится. Она его нашла. Он был практически без сознания. На нее наехала вагонетка. Это надо было очень иметь силу. А что там, знаете, заключенные? И он не удержал эту вагонетку. Она наехала, поломала ребра, ему ключицу. Он всю жизнь потом не мог руку поднять. Но история в том, что вот Бог так сделал, что она как будто чувствовала, что надо ехать. И когда она нашла его в этой поселении тюремном, то они ее дали. Потому что они понимали, что осталось буквально дни какие-то. И она забрала его. И верующие люди приютили мою бабушку с моей мамой. И она выходила. Выходила дедушкой. Выходила дедушкой. С счастьем. С счастьем. Слава Господу. И вот так моя мама попала в Сухуми. Скажите, пожалуйста, в 8-летнем возрасте у вас есть история, где вы с отцом, я не знаю, с всей семьей, шли через базар, и вы увидели, что продают скрипку. То есть это 8... Вам было всего лишь 8 лет, и вы уже полюбили музыкальный инструмент, и хотя были в той семье, где не было инструмента. Расскажите об этом. Ну, это была история тоже интересная, потому что в церкви на Рождество пришел один парень. Он был старше меня, наверное, лет на 6-8 даже, наверное. Уже был такой, может быть, подросток. И он играл рождественские псалмы на таком рождественском общении. И вы знаете, я когда смотрел на него, я просто восхищался. Мне так понравилась скрипка, что она у него пела, прямо, знаете, вот как голос человеческий был. И я настолько полюбил этот инструмент, потому что многие там на гитаре кто-то хотел играть, ну, потому что это было более доступно в то время. И я стал просить отца, папа, я хочу на него встретиться. Ну, конечно, он сказал, сынок, я постараюсь, но шли годы еще. И прошло буквально еще год, наверное, может, даже два, я сейчас точно не помню. Но у меня уже было, наверное, лет 9 не было уже. И, так сказать, не такой уже был маленький мальчик. И вот вдруг мы со служения утреннего идем с ним и проходим район базара, рынок, да. И смотрю, стоит старик и держит в руке скрипочку небольшую. И я, когда увидел, я просто змолился. Я говорю, папа, ну, я тебя прошу, ну, купи, я тебя уже давно прошу. И он понимал, что эта скрипка стоит денег, потому что в то время, это же после войны было. Он говорит, сынок, посмотрел на меня и говорит, сынок, ну, понимаешь, денег, может, у нас и нет на такую скрипку. Вот мы должны были продукты пока купить. Ну, если ты мне пообещаешь, что ты на ней будешь славить Бога. И так мне серьезно это сказал. И я тогда сказал, папа, конечно. Но вы хотели скрипку, поэтому вы готовы были пообещать все? Да. И, конечно, я это не выполнил, обещание. И вы знаете, он так и не дождался. Он умер. Сколько ему было лет, когда умер? Ему было 75 лет. И вы знаете, что интересно, вот, если говорить об отце, что интересно, у него очень была жизнь интересная, он был очень большим человеком. Кем он был? Вы знаете, он, когда еще американцы начали строить вот эти комбайны, трактора, завозить в Советский Союз, вот это было такое, такая, после, перед войной еще, это перед войной было, это 20-е годы. Он стал в совхозе, очень хотел научиться технику разбирать. И он стал в 17 лет, стал механиком крупного зерносовхоза. В 17 лет. Так он тоже полюбил эту новую профессию. И когда что-то ломалось в тракторе, его звали, потому что там деды такие были, знаете, инжера, инженера. А они говорят, позовите этого мальчика. Он сейчас сказал, он говорит, слушал, там то-то-то надо сделать, и все это делал. И потом он пошел по карьерной лестнице, тоже из христианской семьи. Но что интересно, вы знаете, история такая интересная у него. Он переехал в Москву, у него был большой восьмикомнатный дом. Он работал в правительстве. И в 27 лет, это был 1939 год, его послали директором крупной автобазы в Монголии. В Монголии строило правительство Советский металлургический завод. И он настолько уже был в правительстве даже, что он приехал в Монголию в 1939 году. И этот завод, который строили, у меня там было около 2000 единиц техники. Техники 2000? Нет, техники, самосвалы, грейдера, около 2000. Завод с металлургической последствия, что такое. И завод давал 2 миллиона убытков в год. Убытка? Убытка. Почему? Ну, потому что так разворовывались все. И когда он пришел, его специально видели, что он очень добросовестный, честный, верующий. Но верующие тогда не говорили. Он тогда уже не был верующим, хотя и строить крестьянство. Потому что там в правительстве нельзя быть верующим человеком еще. Добросовестный – да. И вы знаете, когда он приехал туда, через год завод дал миллион прибыль. Но вы знаете, сердце человеческого всегда... Своя рубашка ближе к телу, нужно и за себя подумать. И возгордило сердце его. А, вот оно что. Понимаете? Это такая вещь, гордость – это начало падения. И Господь противостоит этому гордости нашей. И вот, знаете, такая ситуация, когда началась война. Он забрал с Москвы своих сестер. И у него была персональная машина, переводчик. То есть, представляете, такая огромная... И после всего к нему пришли с монгольского радио и стали интервью у него брать. Вот как мы с вами сидим. И его спросили, в чем ваш успех, то, что вы за год смогли такого результата добиться. А он тогда сказал такую фразу, не подумав. Плохо работает посольство советское, плохо кадры подбирает. Ну, он хотел, наверное, себя, может, тоже... Наконец-то нашли хорошего кадра. И вы знаете, через 48 часов его отправили в штрафной батальон. И он в товарном вагоне... Вот можете представить, с такой уровня. В товарном вагоне, как скотину туда возили людей. На передовую враг народа. И там его Бог спасал. Он, конечно, упал на колени в этом вагоне товарном. Он плакал и кричал, Господи, спаси. Я понял, что я без тебя пришел туда. И самое интересное, знаете, Господь его настолько миловал, когда он приехал на фронт. Знаете, когда вот и штрафные батальоны, их пускают... Первыми. Первыми. И оттуда идет огонь с немецкой стороны, а сзади свои стреляют в спину, если ты убегаешь. Если кто-то убегает. Смерть. И знаете, когда их построили у границы, такой вопрос задали. Кто из вас может водить машину? Из там несколько сот человек, штрафников, которых пригнали в Сибири, знаете, уголовников, все присылали в этих вагонах. Он вдруг, как будто я слышал, просто как будто внутренний голос, выходи. Он один вышел вперед и стал возить начальника, генерала-полковника Латышева, который был членом военно-совета у Сталина. Он его стал личный водитель. Представляете? И это спасло ему жизнь? Это спасло ему жизнь. Но на этом история не заканчивается, я не хочу об этом много говорить, но Бог делал чудеса, конечно, в его жизни. Я почему-то вам подробно рассказываю, что когда он опять попал в такую среду, уже офицерская столовая, он там с генералом, два раза накрывал тело все генерала на поле боя. Генерала родила, а он остался жив. Он накрывал его, вез его. Понимаете, вот такая была ситуация. И, короче говоря, генерал решил сделать с него коммуниста. И стал навязчиво предлагать ему идеи. Давай будешь коммунистом. А он, поскольку молился и понимал, что это ему, чем это грозит, он говорил такую фразу. Знаете, товарищ генерал, я не хороший человек. Коммунист должен быть кристально чистый. Он нашел оправдание, чтобы не взяли, да? Да, но вы знаете, это что было? Так длилось буквально месяцы, может быть, даже год. И Господь, и он расслабился, знаете, такой, стал в жизни опять, такая, по тем временам, очень, ну, можно сказать, свободная. И Господь опять его поставил на колени. В эту же часть к этому генералу присылает начальник политотдела, который работал в монгольском посольстве. И был начальник политотдела там. Он его знал. И он его знал. И представляете, сидя с генералом, они общаются, и генерал говорит, у меня такой человек, вот, мне привезли с Монголии, вот. Он просто как сын мне, такой, исполнитель, и все. А он говорит, как его фамилия? Он называется Попов. Он говорит, у нас был такой Попов, враг народа. Он говорит, как враг народа? Он говорит, да, он был директором, это самое, автобазы в Монголии. Он говорит, ты понимаешь, я ему предлагаю подсказать коммунистам, он отказывается. Он говорит, завтра будет очная ставка. Один на один. Ему отец рассказывает, когда его вызвал генерал, дает ему бумажку, листок и ручку, и говорит, пиши. Я, говорит, начинаю писать, я такой-то, мой отец Василий Попов, прошу принять меня в члены коммунистической партии. И я останавливаюсь, говорю, ой, товарищ генерал, я так, мне такой хорошее. Он говорит, я теперь понял, ты враг народа. В карцер его введите, завтра будет очная ставка, и завтра тебя расстреляют. Он ему говорит, после всего, представляете, опять падение с высоты. Как легко было человека загубить, просто сделать такое клеймо, что он такой-сякой, и просто уничтожить жизнь. Но все-таки он же остался, он верующим. Да, но вы понимаете, что произошло еще? Он говорит, я в кастере пролежал всю ночь в слезах. И когда на утро мне завели вот такое помещение, не такое, конечно, посадили на стул, и генерал говорит, позовите этого начальника. Тот заходит, начальник поддела, и когда отец рассказывал, он говорит, когда я увидел, мне плохо стало, я понял, что это он. Я не знал, кто это. Но когда увидел его, потому что он 24 часа его отправил. И я, говорит, только опустил глаза и стал молиться. И этот начальник политодела подошел вплотную к нему, посмотрел на него и говорит, товарищ генерал, это не тот человек, я ошибся. Представляете? И когда он ушел, этот генерал говорит, слушай, вот тебе бумажка, напиши, я думал, что ты враг народа, ты хороший. Он говорит, нет, теперь я никогда не напишу, потому что вы сказали, что я враг народа, и он от него отстал. И потом с ним дошел до Берлина, и там еще год жил в Берлине с ним после войны. Но это такая история. Спасибо. Вот так подробно вы рассказали о родителях ваших, о их испытаниях. И самое интересное, что во всех испытаниях они обращались к Господу за помощью. Да, Господь проводил. Александр, в вашей жизни был момент такой, который вы не сильно хотите вспоминать, но, извините, сегодня мы тоже поговорим. Как в то время относились к детям верующих родителей? Я знаю, что до третьего класса вы были отличником, но после произошло у вас... Я тоже прошел очень, можно сказать, суровое детство у меня было. Да, я был, три года я был отличником. Моя фотография села на доске почета. Моя мама же учительница, она очень занималась много с нами, с детьми. Потом начались гонения? Начались гонения после того, как я отказался быть пионером. Вот здесь начались гонения. Я не пошел на площадь Ленина, чтобы там... Мне отец тогда сказал такую фразу, когда мне осталось на всю жизнь. Он говорит, сынок, я не могу тебе не разрешить идти. Но ты знаешь, мои верующие люди, это не христианская партия. И я бы не хотел, чтобы ты был пионером. И я не пошел. На следующий день, когда я пришел, вся школа просто на меня плевала. Прямо ты попозорил школу, класс. Со мной никто не хотел, не то что разговаривать, даже руки давать, приветствоваться. Меня каждый день оставляли после школы в красный кабинет, в ленинские комнаты. И со мной по часу каждый день беседовали. Пионервожатый там, знаете, были вот эти... Просвещали вас. Просвещали, тоже говорили, что ничего не будешь иметь, будущего никакого. Ты будешь просто... Вот это клеймо, которое ваши родители пережили в своей жизни, когда могут просто обвинить тебя, сделать не человеком. Вы пережили на своей жизни. Но вы все-таки сломались, получается. Вы знаете, тогда нет. Тогда меня, наоборот, это как-то даже, знаете, окрыляло. Потому что я понимал, как мне говорил мой отец, Христос страдал, и ты должен страдать. И я как-то с этим боролся. И у меня даже какой-то был неприязнь, когда вот меня вот это мучили. Знаете, такое даже доходило, доходило то, что мне как эта злость появлялась к ним, потому что меня просто третировали. А где вы ослабели? Во время учебы у вас же был техникум, консерватория. Где вам стало сложно? Вы знаете, это процесс... Знаете, когда человек отдаляется от Бога, это процесс... Бывайте, и минутник какой-то, да. Но таких редко бывает. Человек уходит постепенно от Бога. Кстати, я хочу сказать, что когда я заканчивал школу музыкальную, я играл с оркестром, концерт Вивальди. Был оркестр при школе. И там пришел преподаватель музыкального техникума. И когда он увидел меня, как я играл с оркестром, он меня пригласил перейти в техникум музыкальный. Училище музыкальное так называлось. И я был с радостью, хотел уйти с этой школы, потому что я не мог там находиться. Сложно там было. Сложно было. И тогда, знаете, меня взяли даже без датистата. Еще не было восьмиклассного образования. По способности вас взяли в техникум. Ну да, тогда такое было. Он поручительствовал. И меня взяли, и мне потом пришлось сдавать экстерном эти... Но, вы знаете, что самое интересное? Когда отец узнал, что... Он даже не знал, что меня забрали. Я бы даже не сказал ему. Он был очень против. Почему? Он вообще считал, что скрипка не может быть специальностью. Музыка – это так, славить Бога. Знаете, как он считал? Давайте так, для большинства людей это правда. Да. Многие считают, что это музыкант, ну это ресторан будет играть в ресторанах, понимаете. Ну где-то на сцене. То есть это не христианская, как вы понимаете, специальность. И он пошел к этому профессору и стал просить, чтобы они меня очистили. И тогда он на нее посмотрел так, и профессор говорит, слушайте, а вы в своем сыне кого видите? Он говорит, ну может быть инженером, может быть заниматься каким-то ремеслом. Он говорит, ну и сколько будет он получать, как вы думаете? Ну по тем временам 80-100-120 это была зарплата. Хорошая зарплата. Это была хорошая зарплата. А вы знаете, сколько он будет получать в оркестре? Будет играть 400 в день. Знаете, сколько будет получать? 140-150 за 400 в день в тепле. Он когда это послушал, он говорит, да, я об этом не думал. И вы знаете, когда я стал учиться учиться, почему я отошел? Конечно, меня в третью курсу пригласили в симфонический оркестр Абхазии играть. Это сколько вам лет-то было? Это мне было, наверное, около 17 лет. Где-то 17 лет. И уже вас пригласили в симфонический оркестр Абхазии. Да, я играл в этом оркестре. И мне платили полставки, потому что я еще учился. И приходил только не 4, а на 2 часа. И мне тогда первую зарплату дали 40 долларов. Рублей. То есть, да, извиняюсь, я сейчас... Ну, тогда при зарплате 80 долларов, которые люди работали с утра до вечера, или 140 долларов за 2 часа в день, это была невероятная цена. То есть, на 40 рублей я мог очень хорошо даже жить. Ну, вам это было легко, вам было приятно. Плюс еще вы были довольны зарплатой. Скажите, пожалуйста, вне церкви вы получили признание. То есть, то время, которое вы вспоминаете, немножко мне тоже рассказывали, что вы участвовали где-то за год, вы участвовали в 120 концертах. Вы получили первый уровень. Вы объясните мне, пожалуйста, первая категория оркестра, что это значит. Расскажите об этом времени. Ну, это уже период, когда я уже работал в консерватории, учился в консерватории, я уже пришел на другой уровень. И я, будучи студентом консерватории, на четвертом курсе меня уже пригласили в театр оперы и балета, Молдавское государственное театро оперного. Я там работал 2 года, будучи студентом. По вечерам играл спектакли. Но на пятом курсе меня уже пригласили в филармонию, в национальный оркестр, с солистом оркестра. Ну, с солистом, с крепачем уже, да? С крепачем, да. С крепачем. Ну, солист, вы имеете в виду, номер один скрипка? Да, есть вторые скрипки, есть первые, которые... Можно с солны играть, там, и такие... У нас была такая категория. Солист оркестра. Я был солистом оркестра. И мне тогда дали большую зарплату, даже по тем временам. Это уже было 160 рублей. Ну, тогда уже... Как же приятно, что вы эти все цифры помните. Ну, помню, потому что это вся моя история. Но факт даже в том, что, вы знаете, этот коллектив, он был первой категорией. В филармонии Советского Союза, в филармонии, было три категории. Третья категория, это ездила по Советскому Союзу только. Третья категория по Советскому Союзу? Вторая категория ездила по соцстранам. Они могли в Болгарию, в Польшу заехать, просто там это как бы сфера такая. В кап-страны выезжали только первые категории. Выезжать туда очень было сложно. Почему вот эта первая категория? Чем эти музыканты отличались от другой категории? Понимаете, уровень должен был быть, во-первых. Во-вторых, они очень сильно проверяли, чтобы кто-то не сбежал. Даже, бывают, музыканты были в нашем оркестре, их не выпускали. Потому что они считали, что они могут просто убежать. Поэтому они смотрели, какая семья остается, что если убежит, то кто. Потом они смотрели, конечно, на твое прошлое и мое прошлое. Им почему-то в Молдове, их смущало. Но тогда уже были 70-е годы, уже были послабления, потепление было. Но, понимаете как, когда я уже стал директором этого оркестра, это последние из 18 лет, я последние 6 лет был директором оркестра. Это не все время было. Потому что я посетил много стран, не знаю, может 30 стран мы посетили. 30 стран? Ну, может быть больше, в районе 30 стран. Европейские, мы в Бразилии, в Аргентине были, и в Монголии. Я уже туда с оркестрами ездил, во многих странах, в Сингапуре. Но, понимаете, когда я уже стал директором этого оркестра, то у меня уже были планы. Я должен был за год 120 концертов дать. Это очень большой, это почти каждые 3 дня концерт. Но как я это выполнял план? Потому что у меня было сюда, мы были на первом месте в филармонии. Это Бог мне, конечно, помогал. Я уверен, потому что, знаете, я вот вам скажу одну вещь. Я не ходил в церковь, но я постоянно молился. Ну, как молился? Мама же ваша молилась за вас? Да, мама молилась. Постоянно мама молилась. Отец уже умер, конечно. Но я вам скажу, что как тревога, знаете, как у человека, так до Бога. А когда все нормально, так отец мой проходил. И я так проходил. И как что-то случалось в жизни моей, я сразу падал на колени. Господи, помоги, Господи, спаси. И когда у меня были вот эти концерты 120, я очень много, мы на интурист работали. Это гостиница Пулковская в Ленинграде, это значит, в Петербурге. Мы там по месяцу, по два играли в концертном зале этой гостиницы «Интуриста». Но это какие-то особенные гости приезжали? Это только иностранцы. Только иностранцы. Это закрытые были гостиницы, интуристовские. Там были только финны, немцы. И мы каждый вечер для них давали концерты. И это за месяц я мог дать там 30 концертов. И мне получилось, потом можно было немножко перерыв дать коллективу. Потом мы ехали в гостиницу «Космос». Мы там давали концерты уже в гостинице «Космос». Это в Москве? Это в Москве уже, да. И таким образом много валюты поносили для страны. Александр, поправьте меня, если я ошибаюсь. Один день музыкальный концерт за границей вы зарабатывали сколько? Сколько вы могли за месяц заработать в Советском Союзе? Ну, такой эквивалент у нас был, конечно, не зарплата моя директорская. А вот зарплата, я имею в виду работника простого, который получал там 100 рублей, да, 120 рублей. То мы получали в день от 25 до 40 долларов в день. Это как раз сравнялось с месячной зарплатой. То есть вам было выгодно посещать эти страны? Конечно, если мы могли вместе сами. Но, опять-таки, я вам скажу, возвращаясь с этих поездок, да, я вспоминаю все это, все это уходило. Потому что, знаете, когда у меня другие приоритеты были. Давайте я вам еще один вопрос задам, и мы перейдем тогда уже на те приоритеты, о которых вы так хотите рассказать. Следующий этап вашей жизни, вас лично приглашают участвовать на дне рождения генерального секретаря Леонида Ильича Брежнева. Вы участвуете в трех съездах Коммунистической партии, КПСС Советского Союза. Если можно, расскажите за минуту, за две. Что из себя представляет день рождения вождя Брежнева? Ну, вы знаете, такая интересная история была. Наш коллектив был на гастролях Прибалтики. Это мы были в Риге. И мы должны были вечером давать концерт. И звонит мне директор филармонии. Говорит, Александр, завтра в 8 утра у вас будет спецрейс в Москву. Я говорю, что за спецрейс? Он говорит, вы будете в Креблевском ДСССР играть на дне рождения Леонида Ильича Брежнева. Ему было 75 лет. Я говорю, как? У нас же концерты запланировали. Они говорят, все, никаких проблем, все снимается. Потому что я уже со всеми говорил. Все отменяются концерты. В 8.00 вы должны быть в аэропорту, и вас будет дать спецборд. Ну, тогда Ту-134 такие были самолеты. Мы как раз помещались, там где-то 70 чем-то человек. И нас, конечно, мы уже, я всех повестил. Выбора у вас не было. Ну, какой выбор? Что вы это делаете? Прилетаете вы. Это все. И нас встречают в Москве. Везут в гостиницу. В России в гостинице жили. Ну, вот это, как всегда, когда мы там приезжали. Ну, и сразу нам дали только на обед время. И нас сразу в Кремлевский дворец повезли. Конечно, проверка была жесточайшая. Каждый инструмент, вы знаете, они проверяли и просветили эти самые. Но все инструменты увезли. Проверяли их там, чтобы что-то там не случилось. Но в анкетный зал на 5-м этаже в этом дворце был полон. Человек 120 было, если не больше даже. Я помню этот стол, где сидел Лидий Лич. И вокруг него все Политбюро и все первые секретари Компартии всех этих стран. Ну, если 120 человек, это же самые близкие. Там было все посольства. Все посольства были. Все стояли. А, это 120 сидели, а остальные стояли? Нет, сидели там человек 20 всех вот этих первых секретарей и секретарей ЦК партии. Вот этих всех стран социалистических. А остальные все посольства мира, там, не знаю, все послы, они все стояли. Вот такие высокие столики у них были, там, какие-то там напитки. И все они вот так стоя. Вот такое дело было. И я просто помню, как Брежнев, он уже был такой старый, и, видимо, ему стало плохо. Его взяли под ручки, так, вроде бы, знаете, вот вывели в комнату, видимо, что-то сделали, укол какой-то. И он уже пришел, ботоньки сел и начал продолжать. Вот, ну, вид у него был, конечно, просто никакой. Ну, слушал он вас? Да, конечно, потому что это его было желание. Он же первый секретарем Молдавии был. И этот оркестр, он знал. Поэтому я так понимаю, что это не просто так пригласили нас, а это его желание. И когда мы заиграли, знаете, весь зал замер, потому что мы выбрали такое произведение, с пианом, и она расширялась. И когда мы заиграли, все думали, что начали все обращать внимание, такое было интересно. Ну, я там много видел такого, что даже не хотел бы, там, и Зыкина была, и Лещенко был, там, и танцевальная пара знаменитых балерно была. Вот, и некрасивость я вела, я сейчас даже не буду об этом говорить. Все мы не расскажем. Но скажите, вот поездки за границу, вот интересный момент, что именно за границей, в Берлине, вы встречаете вашу будущую супругу. Расскажите, у нас время торопит, нам надо много еще спросить у вас. Как вы познакомились, где вы предложили, в какой стране вы жили? Вы знаете, это было, на пятом курсе я был в консерватории, и меня пригласили поехать с коллективом. Это был, как бы, народный коллектив. Ну, это профессиональный, но всегда был народный, понимаете, потому что нужно было. И тогда был в Берлине международный молодежный съезд студентов и молодежи студентов Берлины. Да, он был в Гаване, каждый год был в разных странах, но в данном случае это был в Берлине. И меня пригласили быть там с кипачем играть. И мы на Александровом плаце, центральную у них площадь, мы там давали концерт. И там я познакомился со своей женой, ей было 20 лет. А вам? А мне было на 3 года старше, я был тогда 23, может, где-то около 24 лет. И вот так я с ней там познакомился, и вот мы месяц там побыли. И, знаете, когда мы возвращались в последний день, мы ехали поездом через Киев. И в Киеве, знаете, я понимал, что у меня остаются часы. А я, когда ехал туда, я помолился, сказал, господи, я хочу, чтобы ты мне показал, может быть, и там я найду себе жену. У меня было желание такое, знаете. Но Бог, видимо, сделал так, что вот эту девушку, которую там увидел, Ирину, мою жену, я очень полюбил ее. И на вокзале Киевском я ее отвел в сторонку. И говорит, Ира, я тебе хочу одну вещь сказать, спросить, но ты мне можешь сразу не давать ответа. Можешь подумать, у нас еще есть, будет ночь до утра, вот. И я хотел бы тебе предложить свою руку, чтобы ты был моей женой. Она когда стояла, она не могла в это поверить. И я смотрю, она так, слезы даже в глазах у нее появились. Она говорит, я согласна. Я даже и думать не буду, я уже согласна. Но она полюбила вас еще, наверное, как музыканта. Мы там отпраздновали 20-летие, как раз в Лейпциге мы еще были, мы еще по Германии ездили. И я уже прикипел, я понимал, что вот это мой человек. Хотя она, знаете, моя жена совершенно из этой сельской семьи. Отец преподаватель университета, мама замдиректора школы, причем такой центральной школы, где дети правительства там учились. Ну, давайте так, с первой категории только особенные люди уезжали, поэтому мы можем догадаться, что она с очень... Все там были вот дети высокопоставленные. С очень выбранной семьи, конечно. И, конечно, когда мы подъехали на вокзал в Кишинев, то, знаете, вся площадь была в Черных Волгах тогда, все эти... Родители встречают или водители встречают. Они прямо на перрон заезжали, всех детей разбирали с цветами. А я был студентом тогда, и я не выходил из... Ждали, когда все уедут. Да, пока все уедут, некому было встречать. Вот они разъехались так, и вот так у меня началась жизнь. И эта история длинная, но, знаете, когда мы покаялись... Кстати, вот я еще момент хочу спросить. Покаяние и знакомство с родителями. Я не знаю, что вы первое расскажете. Ну, вот когда я предложил руку и сердце свое, знаете, я понимал, как из верующей семьи, что мне нужно получить благословение. И вот, вы знаете, здесь особый момент я хочу застрелить. Моя мама настолько была богобоязнен человеком, но она же понимала, что я выбираю жену совершенно из не того круга, который бы она хотела. Вот по ее одеянию, наверняка, понимаете, она была совсем по-другому одета. Это все было в светском таком понимании. И я, и свою будущую жену, упросил родителей Ирины моей отпустить меня. Ну, у нее только одна мама была, отец умер у нее, рано умер. И мама упросила, чтобы она отпустила. Она очень сопротивлялась. В Грузии куда везти? Нет, я не могу делать. Я настолько упросил ее, что мои родители, я отвечаю за... И, короче говоря, мы приехали в Сухуми, моя мама набрала букет роз. А мои сестры еще, у меня две сестры есть, они еще говорят, мама, а что ты так... Еще неизвестно, как-то нашу брата за месяц охмурило, знаете. Еще посмотрим, кто она. Да, кто она. Она им говорит, слушайте, дочки, я чувствую, что там будет... Это моя невестка едет. И вы знаете, 13 лет она молилась о моей жене и обо мне. Но обо мне вообще 38 лет она молилась. И настолько я сейчас вспоминаю, вот со слезами, когда я помню, мы приезжали каждый год отдыхать в Сухуми, и она безропотно помогала нам. И только детство мне просило, сынок, идемте в церковь. И вы знаете, что я тогда ей говорил? Не знаю. Со стыдом, сейчас я могу сказать. Я говорю, мама, мы приехали сюда отдыхать. Там душно. И она отворачивалась, и я видел, как у нее начались капать слезы. И я тогда говорил, мама, ну хорошо, я пойду, но только один раз. Она говорит, хорошо, сынок. И один раз я пришел в церковь. Вы знаете, гордость еще тогда была. Имя у вас было, талант, признание. И я сел на заднем ряду, да, ну и стал как-то наблюдать. И вы знаете, Бог начал у меня так касаться сердца, запел хор. И я начал плакать. Я вспомнил, как я в церкви начинал. И конец служения, и пастор выходит и говорит, может, кто-то хочет покаяться. Сегодня особое время. Вы можете сказать Богу, прости. Я хотел идти, у меня все играло. А знаете, другой голос говорит, да ты же директор национальности. Она будет на тебя все люди смотреть. Что люди скажут? Чем тебе это позор? Что люди скажут? Что люди скажут? Тебе это надо. И я про себя подумал, если еще раз призовет, я выйду. И второго призыва не было. Знаете, вот я часто говорю пастырям, иногда нужно хотя бы два, три раза. Ну, может, не навязчиво, но сказать, может, действительно кто-то еще не осмелился. И я готов был. Но он сказал, так оглянулся, ну, давайте помолимся и разошлись. И я ушел, еще многие годы жил без Бога. Но вот это осталось у меня такое, знаете... Посещение Божье. Посещение Божье. Вы покаялись, приняли Господа. И в то время, время пробуждения, уже 1990 год, вы участвуете активно. Давайте так, организовывается группа Патмос. Вы участвуете с миссионерами Виктор Гам, его миссия «Свет на Востоке». «Американские миссионеры». Расскажите об этом времени, когда вы покаялись, и когда у вас была возможность вашим талантам и даром уже служить на евангелизационных служениях. Ну, это был 1990 год. Мы покаялись в родительском доме в Сухуме. Мы приехали туда, и там встретили пастыря, который учился с моей младшей сестрой. Он был молодым человеком в то время. Но, беседуя с ним, мы покаялись. Все. И мои сестры, и мой брат. Один на один, когда было общение? Нет, не один. Он пришел в наш дом, встретил нас в городе, и попросил. Я хотел с вами пообщаться, знаете, приходил. Личное свидетельство. Он пришел, вы знаете, я просто вспоминаю тот момент интересный. Вы знаете, когда многие говорят, я знаю Бога, у меня здесь Бог в сердце, я знаю Слово Божие, я знаю Библию. Вот у меня было такое ощущение, я все знаю, я все видел, я это с детства. И когда мы стали беседовать за столом, я вдруг себя поймал на мысли, что я ничего же не знаю из Библии. Ну и знаю, что Адам и Ева были, я знаю, что Ной был на включении. Элементарные вещи вы знали. Даниил с львами ворву был, Ной, Христос родился там в Вифлееме, его распяли. Вот все мои познания. Когда он говорит об откровениях, когда он говорит о последнем времени, в какое время мы живем и что будет. Он говорит, знаете, я был настолько в восторге от того, что я услышал вот этого переломным моментом. И когда он предложил нам, вы не хотели бы помолиться, вы знаете, что произошло? Моему сыну было тогда 13 лет старшим, он сейчас пастырь церкви, Артур. Мы его оставляли постоянно на лето, мы приезжали, оставляли у родителей. И мама его водила в церковь, говорил ему Боги. И он, мы встали на колени, и он первый начал молиться и говорит, Господи, прости меня и прости моих родителей, что они так долго идут к тебе. И вы знаете, мне было так стыдно. Я вдруг озазнал, что у меня прожил 38 лет, и я не понял то, что этот мальчик понял. И я упал на колени и сказал, Господи, я так долго к тебе шел, 38 лет, прости меня. Это был переломный момент в моей жизни. И вот когда я вернулся уже с женой, я сказал, все, мы пошли в церковь, в которую я не ходил, будучи там десятилетиями, да. Мне приглашали все время приходить. Знаешь, верующие люди знали, что я из верующей семьи, потому что многие у нас приезжали дыхать, многие меня знали из Кишиневской церкви. И я пришел, и мы с женой вышли в церковь, и покаялись в 90-м году. И нас крестилось тогда больше ста человек, представляете? Время пробуждения. Тогда было, да, когда Советский Союз разваливался, еще это до развала, но тогда была свобода. Это был особый год. Как вы в миссии попали к этим евангелистам? Знаете, приехал Виктор Гамп в Кишинев. И была вот такая, это миссия Возрождения, вы знаете, наверное. Конечно. И меня пригласили поиграть. И я, мы начали там играть. Но это было чуть-чуть позже, потому что вначале я играл один, потом я, стали приходить музыканты, которых я приглашал. У нас были по пятницам разбор Слова Божьего. И приходили музыканты с филармонисткой, с кем я учился. И стали каяться. Так покаялся Илья Добров. Есть Нанай, потом на саксофоне Сергей Труш тоже пришел, покаялся. И образовалась такая уже музыкальная, я бы сказал, профессиональная христианская группа. У нас еще не было туда названия. Но забегая вперед, скажу, что перед тем, как мы с Гаммом познакомились, мы уже Патмос как бы получили как название. Как это было? Нас пригласили в Иерусалим на праздник Суккот. Это христианское посольство Иерусалима. Каждый год организовывалось в сентябре, где-то в конце сентября, в октябре. И нас пригласили туда. И мы давали концерт такой христианский в центре Иерусалима Човча оф Крайст. И подошел к нам пастырь и говорит, как ваша группа, представляете, как называется? А вы-то не имели названия. И я срочно стал думать, как же назвать группы. И говорю своим братьям, слушайте, просят название. Так думать стали, а потом я говорю, слушайте, давайте Патмос. Патмос – это место встречи Иоанна с Богом, где он получил откровение. И вот такое откровение у нас было, что мы должны быть группой, славить Бога. Что это действительно целое направление в нашей жизни. Вот так. Александр, скажите, вы 15 лет служили с миссией Виктора Гамма. Если за одну минуту какие-то свидетельства, люди вообще каялись, встречали вас потом, благодарили. Вы знаете, было столько благословенных встреч у нас. Ведь это были стадионы, это были дворцы съездов. И вы знаете, многие говорили о том, что такие вот евангелизации, мало толка от них. И люди каются, а потом остаются единицы. Даже если так. Я вам скажу, сколько раз мы потом посещали эти церкви. Многие подходили ко мне через 5-10 лет и говорили, вы помните, в таком-то году вы были в таком-то городе. Тогда мы покаялись. И знаете, мы там 5-6-7 лет потом жили все равно без Бога. Но Господь нас все равно привел. Вот после того, у нас была все время борьба. Мы все понимали, что мы что-то не то делаем. И мы пришли в церковь. Это были десятки случаев, когда нам сказали. Вы знаете, так много у меня вопросов. И так легко вас и приятно слышать ваше свидетельство о жизни. Я буквально некоторые вопросы еще успею задать. Ваш переезд в Америку. Вы открываете служение для деток-скрипачей, для талантов. Расскажите, пожалуйста, человеку, у которого все получилось. Огромный опыт. Какие советы вы дадите родителям, может быть, за минуту? И вторую минуту детям, которые хотят выучиться? Ну, во-первых, первое, что я советую родителям, скрипка – это очень сложный инструмент. Сложный почему? Потому что здесь каждую ноточку надо подстроить. Надо иметь слух хороший. Потом каждая ноточка, кроме того, что нужно ее подстроить, нужно еще извлекать звук. Потому что скрипка, вот я вам могу показать даже, она здесь любое прекрасное… Она уже… Или понравится, или будет раздражать. Кстати, а можете импровизировать, что-то сыграть буквально? Когда у вас получается, так же это приятно слушать. И поэтому я здесь, я вам хочу сказать, что скрипка, надо научить извлекать звук, надо научить каждую ноточку подстраивать. Это доля секунды, это должно столько точно попадать. Поэтому, когда родители дают детей для учебы на скрипке, я всегда говорю, если вы хотите так просто, общее такое, да, то лучше фортепиано, гитара. Ты построил ее, да, и будешь играть. Можешь 10 лет не заниматься на скрипке, если ты не играешь 2-3 дня, ты уже чувствуешься, понимаете? Поэтому инструмент скрипка для тех, кто хочет профессионально освоить. Непрофессионально скрипке нельзя играть. Это будет писк, треск, это будет фальш, это никому не нужно. А детям? Ну, я про детей и говорю. А, ну, и родители, и детям, да. Если хотите просто какое-то общее дать музыкальное образование, то лучше брать такие инструменты, я как-то называю, и они естественные. Вот ты сидишь на фортепиано, естественно, а здесь ты должен держать скрипку, попадать... Это очень сложно. Держать смычок, еще чтобы он не заскрипел. Там доля миллиграмм, и оно уже скрипит, понимаете, или свистит. Поэтому этот инструмент не всем. Хотя, если есть желание, все могут научиться, но было бы только желание. Я всегда говорю, что если нет желания заставлять, это бессмысленно. Бессмысленно. Да. Потому что... Толка не будет. Ну, толка не будет. Будет толк, конечно. Но еще одну такую мысль только скажу. Конечно, как-то профессор Янкелевич, это звезда. Остерх Янкелевич был звезда мирового. Его спросили, каких вы учеников предпочитаете? У кого 90% таланта и 10% трудолюбия, или трудолюбие 90% и 10% таланта. Он сказал, только у кого 90% трудолюбия. А вы что? Потому что талант можно развить, а если трудолюбия нет, я в своей жизни уже немалой видел много талантов музыкантов, скрипачей. Со мной учились великолепные скрипачи, талантливые. Все они потом или спились, или, понимаете, или бросали. Но это еще неверующие, да? Неверующие, да. В консерватории. Кстати, у вас же один из сыновей тоже выучился играть на скрипке. Играет он сейчас или скромничает? Нет, он сейчас, к сожалению, не играет. Не играет? Не играет. Но он закончил музыкальное училище у моего профессора, у которого я занимался. Я занимался у Александра Каушанского. Это профессор, который занимался у Давида Остерха. У него аспирантуру закончил, боевой ассистент. А мне в жизни просто повезло. Вы называете такие имена, которые мы не знаем, но нам очень приятно, что у профессора. Скажите, пожалуйста, буквально у нас остаются минутки. А так хочется много спросить у вас. Расскажите о скрипках, которых вы играли. Какие особенные скрипки есть тоже за минуту? Ну, вот перед вами скрипка. Это особая скрипка. Мне Господь тоже даровал ее. Эта история очень интересная. Это скрипка Франческо Руджери, 1671 года. 1671 года. И мне ее Бог дал, когда я показывал. Я всю жизнь мечтал иметь, хотя я такой скрипка. Но Бог мне дал только тогда, когда я попал в Иерусалим. И вот там он мне дал скрипку. Эта история очень интересная. Просто сейчас нет времени. И я благодарю Бога, что я имею такую возможность сейчас играть на таком инструменте. Живя здесь, в Америке, вы имеете музыкальную школу. У вас 22 студента. Ваши дети, старший сын Артур, он служитель церкви. Остальные дети – бизнесмены. Как называется? Бразерс? Нет, три бро. Три бро. Это ваши детки, которые очень известны в городе Сакраменто. Буквально мы подводим итог. И я хочу еще в конце, чтобы вы сыграли, спрометизировали. Учитывая вашу жизнь до и после, вы счастливый человек? Вы знаете, я очень счастливый человек. Я счастливый, потому что я родился в христианской семье. Я не знаю, что бы было со мной, если бы я с детства не знал о Боге. Если бы не было посеяно родителями. Я так важно, я всегда говорю. Посеять. Даже если дети уйдут от Бога, отойдут какое-то время. Это важно. Их все равно будет, я бы сказать, это будет все равно их всю жизнь, понимаете, настигать. Слово Божие и то, что они в детстве посеяно будет, это зерно. Но хочу еще сказать, что, знаете, наша жизнь, она как книга. Вот есть много глав, все они переплетаются между собой, и каждая сама по себе. Вот в моей жизни это было очень ярко. Господь показал мне, что вот в моей жизни я проходил разные этапы, но самое главное, что за меня молились моя мама. А Бог молитвы слышит. И вот так молилась о моей жене. У моей жены мама, директор, вот я замдиректор школы, покаялась. Слава Господу. Ее сестра покаялась. Слава Господу. Ее бабушка покаялась. Вы представляете, все ее родство стало верующим. Какие плоды молитвы. Посел бы в эти стяжеты. Возьмите руки инструмент. Уважаемые друзья, мы искренне благодарны за то, что вы смотрите христианский телеканал «Импакт». Мне сегодня очень приятно, что мы имеем общение с доктором музыкального служения, директором национального оркестра Молдовы, основателем музыкальной группы «Патмос», Александр Попов. Мы искренне благодарны за возможность. Если мы успеем, пожалуйста. Попробуй сейчас, если у нас аппаратура позволит. Да, аппаратура может капризничать. Но мы вживую, мы в эфире, поэтому, друзья, спасибо, что вы понимаете. Я хочу вам сыграть одно произведение. Включайте прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok